Вы считаете себя хорошими родителями? Ну, я бы не давала категорических оценок. Может быть, мы что-то упускали. Больше нужно было внимания уделять чистоте санитарной обстановке. Ну, это искусство, как бы, в духе Бадлера, Булгакова. Может, как. Рисунки из разных культур и традиций. К сатанизму это все не имеет никакого отношения вообще. Темная одежда темная. Всегда в черном. Ну, вы идете, пройдете, все. Мама сама, она не общительная. Она не хочет ни с кем разговаривать, ничего. И детей ведет, она не дает с ними. Они даже, когда коляской, с коляской я помогала, дверь открываю, она не надо. Ну, и все. Один раз не надо, я уже не подойду. Не очень ухаживали. А как это заметно было? Видно, человек опрятный или нет. Вы знаете, мы очень скучаем по своим детям. Мы планируем в ближайшее время их навестить и забрать. По возможности, мы очень быстро приведем в порядок их комнату. У них будут все соответствующие условия. В Москве у родителей сатанистов забрали двух девочек, которых воспитывали в ужасных условиях. На подозрительную семью пожаловались соседи. После пожара, который устроили адепты неведомого божества, к ним в квартиру зашли жильцы дома и были шокированы. Среди грязи играли дети, которые не только не ходят в садик или школу, но даже не сразу вспомнили свои имена. Стены были обклеены изображениями дьявола, а на тумбочках стояли козлины и лошадиные черепа. Наш корреспондент Александр Софиулин все покажет. Человеческие бюсты с рогами, без глаз, рядом черепа диких животных. На стенах странные иероглифы, на столах свечи, рисунки, похожие на пентаграммы. Так выглядит обитель каких-то неизвестных сил в обычной московской квартире. Повсюду грязь, особенно на полу, где на обычном матрасе, видимо, живут две маленькие девочки. Ты в садик ходила? Нет. Поведение, то есть... Который зовут? Мазина. Не особо адекватно. Ты когда родилась? Не писать, не читать. Семь и восемь лет обе увлечены отвечают на вопросы врача бригады скорой помощи. Медиков вызвали сотрудники МЧС, которые приехали тушить пожар на кухне. И уже после обнаружили такую нестандартную обстановку. Антураж удивил, возникли вопросы, которые отец детей не понял и сразу нашел оправдание. Ну это творческий такой, поганый, который мне тоже не нравится, но вот такой бардак, да. Ситуация не разовая, но ничего криминального Владимир не видит. Увлечения и правда у всех разные. Условия для жизни дочерей нормальные. Культура здесь такая. Мать согласна, представилась художником и писателем. Показала свои работы, но о тайных интересах говорить не стала. И только после стало ясно, почему. Во славу сатаны, властителя мира! Во славу сатаны, властителя мира! Именем его благословляю эту чашу. Элохим Гигель или в девичестве Видана Малетина взывает к темным силам обряд. Проводит со знанием дела. Сначала речь и призыв, после как положено. Жертва, живое животное. Ролик из далекого прошлого, которая судя по обстановке квартиры и предметам ее не отпускает. На стенах стикеры со странными наборами предметов. Видимо, для очередного обряда. Два ножа, две лопатки, два полотенца, две чашки и свеча. Удивительно, но о необычных соседях большинство жильцов практически ничего не знали. Они якобы всегда вели себя тихо, на улице появлялись редко. Особенно с детьми. Странности замечали только некоторые, даже вызывали сотрудников опеки. Какая-то им женщина позвонила с района. Говорит, я давно жила тут. И знаю, такая семья неблагополучная. Проверьте, как там дети. Ну вот они приехали, приехали. Они их не пустили, они там поговорили в коридор. Осмотреть девочек не дали. Служащие уехали. Впрочем, обстановку родители до сих пор тщательно скрывают. Это как раз окна комнат, в которых и жили дети. Отец пускать и показывать обстановку отказался. Но при этом заявил, что все чисто, убрано и аккуратно. Но судя по внешнему виду самих окон, можно сделать вывод, что с санитарной обстановкой там явно какие-то проблемы. Глядя на эти фотографии, вопросов, почему они это делают, не возникает. Детей из семьи забрали в больницу для обследования. Пока с ними работают психологи. У специалистов и врачей девочки до этого не появлялись. Проверку начали исследователи. Возможно, вопросы у правоохранителей возникнут не только к родителям, но и к сотрудникам специальных служб, которые отреагировали на сигнал только со второго раза. Впрочем, родители малышек после всех визитов пообещали убраться и навести порядок, который, видимо, необходим везде, не только в квартире. Александр Софиулин, Андрей Иванов. Экстренный вызов.